Вы смотрите информационный марафон на телеканале Freedom. С вами Денис Пахила. Здравствуйте. Традиционно у нас анализ текущих событий с Сергеем Лещенко, советником и руководителем Офиса Президента Украины. Сергей, здравствуйте. Я вас приветствую. Рад вас приветствовать. И я вас. В дни, когда мы с вами говорим, вот в предыдущие дни было празднование Рош-Хашана в Украину, по крайней мере, по заявлению Объединенной Еврейской Общины Украины, прибыло 32 тысячи паломников хасидов. Это, скажем так, рекорд в целом за годы празднования Рош-Хашана. То есть даже больше, чем во время, до войны? До полномасштабной агрессии. Сергей, вы знаете, вот это довольно сильно резонирует с основным месседжем Владимира Путина, его приспешников, простите за грубость, миньонов, что российская армия воюет против нацистов. Вот объясните нашим зрителям, каким образом государство, якобы захваченное нацистами, оно, ну скажем так, привлекает 32 тысячи паломников хасидов. Самое интересное, что Путин уже не один раз в своих интервью, заявлениях, выступлениях почему-то упоминает, что Зеленский еврей, Зеленский руководим нацистами или сам предводитель нацистов, и это вообще на голову не налазит. Почему? Потому что сама по себе эта конструкция, что Зеленский возглавляет Украину, которая дает отпор Путину, это полностью рушит всю пропагандистскую рамку, с которой Путин пошел на эту войну. Он же рассказывал, что вот он идет освобождать эту страну, которую нацисты захватили, а тут оказывается президент Еврея, а еще и хасиды спокойно приезжают, даже во время войны, и Украинская им помогла по транспорту активно, чтобы они смогли благополучно добраться, и это все работает против его нарратива. Поэтому он нервничает. Конечно, он понимает, что... Так дальше, знаете, есть такое украинское выражение, «Кенчайте торговать нечем сдачу давать». «Кенчайте торговать нечем сдачу давать». То есть у него банкротство идеологическое, я вот что имею в виду. У него нет аргументов дальше использовать. Ну вот что он говорил? Почему началась война? Просто этот массаж с нацистами он сохраняет. Он же в свою войну начинал с деноцификации. Он этот лозунг нес первые несколько недель войны, рассказывал, что там мы должны деноцифицировать. Уже сейчас как бы слово деноцификация редко звучит, вспомните. Он его не так часто упоминает. Раньше через одно выступление об этом шло. Почему? Потому что он таким образом пытался сплотить свою, конечно же, аудиторию, свое общество и даже где-то взрывать симпатию Запада. И, может быть, в Западе тема нацизма очень чувствительна. В Германии эта тема не табуирована, но она болезненная. И, конечно же, если он такими козырями ходил, то где-то в обществе немецком оно резонировало. Сейчас все понимают, что это, извините на слово, булшито, то есть дерьмо собачье в переводе. Это значит, что просто он использует гнилые козыри, они не работают. Но, конечно, это его идеологическое поражение. То, что хасиды спокойно приехали, традиционно провели необходимое празднование и спокойно оставят пределы нашей страны даже во время войны. Но просто парадигма почему-то все еще не меняется. Кстати, я тут даже вспомнил, первая неделя войны у них был даже, помню, фейк такой, что там глава еврейской общины в Жидомирской области обвинял украинские вооруженные силы в чуть ли не разрушении их общины. Потом казалось, что это фейк, и сами же лидеры общины это опровергли. Но вот первая неделя войны об этом они говорили. Так сейчас в голове всплыло. Поэтому, да, банкрот, он идеологический банкрот, у него не с чем идти, чтобы объяснять эту войну. Хотя, конечно, общество, которое находится в плену пропаганды, оно намного более уязвимо, им намного проще манипулировать, проще врать ему. А в ране продолжу. Александр Коц, это российский военкор, довольно известный. Очень известный. Автор фейка про Вагнера. Если вы помните, у нас какое-то время назад, перед войной, ну, я сейчас считаю, можно спорить, пожалуйста, я готов к дебатам, но я считаю, что нас тогда сознательно вели, как, знаете, скот на убой, когда нас пытались стянуть провокацию с Вагнера. Потому что, тех, кто забыл, да помню, нам предлагали пассажирский самолет с турецкими пассажирами турецких авиалиний захватить, посадить силой в Киевском или в другом аэропорту, чтобы его штурмовали здесь. А там бы сидели головорезы Вагнера. Ну, представляете, если бы хотя бы упала волосина с головы турецкого гражданина, нам бы Турция не была так лояльна и не помогала бы во время этой войны. Поэтому тут еще нужно разобраться, кто нас втягивал в ту провокацию с Вагнера несколько лет назад. Сейчас уже предпочитают не вспоминать, начинают уже, знаете... Потому что неудобно. Неудобно. А вот я как раз хочу напомнить, как сторонники одного из оппонентов действующего президента рвали на себе не одну тельняшку на груди, рассказывая, что нужно было обязательно этих Вагнеров задержать. В итоге мы видим, это могло быть катастрофические последствия для репутации Украины в преддверии войны, которую тогда уже Путин готовил. В продолжение темы, собственно, господин Коц, к сожалению, нами упомянутый, но тем не менее. Он был рупором, это рассказал, просто я напомню. Он заявил об отправке якобы Украины пленных россиян на разминирование территорий. Такой же месседж распространяют даже с определенными какими-то видеоматериалами коллеги Коца, Сладков и многие другие. С какой целью сделан такой вопрос? Ну, показывает, что Украина нарушает Женевскую конвенцию, что в Украине нарушают права военно-пленных, но кто это купит, я тоже не знаю. Это связано с историей с Ми-8 и российским летчиком, который перевез вертолет на территорию Украины? Важно понимать, что для Путина это был удар под дых, потому что он-то предателей, конечно, не любит. И как он с Пригожиным расправился, казнил его публично, это был сигнал всем предателям. И с точки зрения Путина, пилот этого вертолета предатель. И он, я буду убежден, будет, конечно, охотиться за его головой, ему нужна тоже будет его публичная казнь. Поэтому, ну, это сигнал ведь по системе, она показывает, что эта система хрупкая, она не выдержит идеологически, если есть такие миглецы. А пилот вертолета, это же не просто рядовой в окопе, это человек, у которого инвестированы были миллионы государственных денег, чтобы подготовить, потому что это профессионал высокого качества, высокого уровня, плюс он технику забрал с собой дорогостоящую. И пример заразительный. Поэтому и Путину важно показать, что вас не будут ждать схема соли, вы будете разминировать минные поля. Но это не так, конечно же, это фейк, потому что Украина, программу, которую она предложила, она предложила, даже, скажем так, публично. И российские военнослужащие, если они готовы отдать свою технику взамен на свободу и перспективы, то, конечно, это всегда ласка вопроса. Ну, есть программа «Хочу жить», вот Сергей я не вспомнил, она называется таким образом. На сайте «Хочу жить» есть номера телефонов, можно связываться в телеграмме и ватсап, и там есть специальный номер, мы постоянно на Freedom об этом, собственно, говорим. На продолжение темы пропагандистов, таких ручных, не знаю, как их называются, пропагандистов в соцсетях. Ну, они, кстати, все такие, ведь у них неручных уже не осталось. Там были у них добровольные любители Путина, но они, типа Ксюша Собчак. Неручных не осталось? Смотрите, просто есть такая вот определенная... Она любит Путина по крови, она же крестница, поэтому она обязана его любить. Есть определенный просто такой резонанс. С одной стороны, есть такие люди, вот как Юрий Подоляко, человек, который блогер... Не путать с Михаилом Подоляком. Ни в коем случае, это человек, которому... Служба безопасности Украины, блогер, его основная аудитория Российская Федерация... Украинского происхождения. Да, украинского происхождения. СБУ буквально днями ему объявило о подозрении, он наводил российские ракеты на Николаев. Подоляко работает на аудиторию в Российской Федерации. Что интересно, на таких вот площадках, как Соловьев Live, к Подоляке появляются вопросы. Хотя, если смотреть со стороны, ну, то есть ничего такого плохого, о режиме он не говорит. Это говорит ли о том, что будешь ты сто раз лоялен, тебе за тобой все равно придут? Имею в виду на территории Российской Федерации. Ну, понятно, потому что нужно признать уже, что Пригожин был сильный враг. Его Путин поэтому уничтожил, потому что Путин его боялся. Но и он силен был как бы инфраструктурно. То есть он создал не только Вагнер, но он создал инфраструктуру блогеров, которые где-то копейкой их поддержали, где-то им дали доступ на передовую. Ведь многие движимы не мотивом просто заработать, а просто славы, алчность к славе. Тоже это фактор у военкоров-пропагандистов российских. Поэтому где-то им давали доступ на передовую, где-то им давали возможность увидеть автический прицел и возможность, может, даже нажать на курок. Кто-то ради этого ехал. Поэтому он лояльность этой сети военкоров, конечно, заработал. И туда вошло много не только военкоров, но и пропагандистов. И они в какой-то момент увидели, есть слабый Путин с дрожащей ногой в кадре. Об этом уже многие медиа, обращайте внимание, что у него дрожит в ногах, это подозрительно в кадре, что может быть не сдувает. А есть такой Пригожин, который режет правду матку. Я напомню, как рухнул Советский Союз. Был Горбачев, который оказался слабоват, чтобы удержать кризис России. Был с дрожащими руками Янаев, ГКЧП, у которого тоже выходец из спецслужбы, у которого все сыпалось из рук. И был Ельцин, который залез на танк и мощнейшими своими кулаками раскидал путчистов. Вот извините за аналогию, люди-то абсолютно разные, Пригожин и Ельцин. Но образ такой для Ивана Дурака вырисовывается. Вот он наш Пригожин, наш мужик, который готов был перехватить власть и этого дрожащего с коленкой Путина вышвырнуть из Кремля, но он не дошел. Не дошел, не дожал и, конечно, потерпел фиаско и заплатил за это своей жизнью. Пригожин. Поэтому, к чему я говорю, что инфраструктура у Пригожина строилась. Этого блогерства, поддержки. Его некоторые даже искренне поддерживали, потому что они понимали, что для их матушки России политика Путина ведется никуда. Она просто уничтожает будущее для России. Поэтому они начали ориентироваться на Пригожина даже бескорыстно. Это, знаете, говорить объективно. Тут не нужно меня подозреть в лояльности к Пригожину, просто нужно понимать процесс этого общества. Оно не поменялось за 30 лет. Как Ельцин тогда, так и сейчас Пригожин. Он был вот таким ориентиром. Альтернативой на фоне этих дрожащих губ, коленок и рук. И поэтому на него сориентировались. И поэтому, когда эти блогеры позволяют сейчас уже после убийства Пригожина отклоняться от генеральной линии, конечно же, они получат... У них нет больше крыши, вот так можно сказать. И они будут получать, ну, кто... Кому-то подсыпят траву, кого-то воспитают другими методами, кого-то, как Суровикина, просто понизят в должности, но будут эту инфраструктуру крушить. И поэтому пропагандистам тут тоже не позавидуют, что мы не должны завидовать им, но у них настала черная полоса, денег им больше не дадут, у них лицо скучное, бати нету, кто их будет крышевать, прикрывать. Ну, и поэтому осталось одно только, или покаяться, или готовиться к лучшему. В контексте общества российского президент Украины Владимир Зеленский в передаче «60 минут» американской компании CBS призвал подумать, что будет с миром через 10 лет, если Украина проиграет. В контексте общества российского он сказал, что в России буквально был воспитан второй Гитлер, то есть Путин, не без участия российского общества. Воспитали, а с другой же стороны, ныне, как Кремль использует, в будущем будет использовать, наверное, вот кроме мобилизации, кроме таких явных историй, само российское общество, которое, давайте говорить откровенно, от региона к региону по-разному это живет. Где-то есть Москва с условным бывшим Старбакс, а где-то есть Улан-Удэ, где, в принципе, не все так прозаично. Россия это, когда ты читал в литературе, страна, которая по территории больше Канады и США вместе взят. То есть, она протянута больше. Это огромная территория, конечно. На эту тему даже премьер-министр Албании недавно шутил, помните, что я звоню во Владивосток, а там уже другой день, я звоню Шольцу, а там еще старый день. Ну и потом шутка была в том, что я позвонил вдове Пригожина вынести соболезнование, говорит Путин, а самолет еще не взлетел с Пригожина. То есть, в данном случае просто масштабы России. Поэтому Путин ориентирован на глубины этого государства, которое он залил бетоном этой пропагандой. То есть, глубины государства это не Москва. Москва как раз она наименее лояльна, потому что она успела вдохнуть прелесть денег, которые обеспечивали госкорпорации, олигархические корпорации. Соответственно, в Москву пришли большие корпорации западные, там они как бы построили свою инфраструктуру «Достатка и благополучие», такой пузырь. Это не электорат Путина на самом-то деле. Электорат Путина живет в глубинке. Вот этот вот Иван Дурак, который должен на него прийти и проголосовать, который должен поверить рассказанной пропаганде и пойти умереть на фронте во имя великого Путина. Вот, собственно говоря, это его ядро. Вот на него он ориентируется. Что этих людей может убедить? К сожалению, изменения должны случиться не в этом обществе. Это общество непобедимо. Оно поверило пропаганду. Это должно стать момент, когда цена продолжения войны для этой правящей эстеблишмента, она будет выше, чем отстранение Путина. И тогда случится то, что случалось всегда. В России дворцовые перевороты, тайные заседания пленумов, отстранение от власти, лужа мочи, найдено тело, похорон в Кремлевской стене, занесение тела в мавзолеи, потом тайна вынесения тела из мавзолея и бесславный конец в учебниках истории. Поэтому такой сценарий, мне кажется, наиболее вероятным. Я не верю в бунт. Ну, или разве что какой-то аппарат суверенитета случится в национальных республиках. Но пока признаков не видно. Хотя этот вирус, я думаю, он живет. Есть просто другая Россия, условная, которая воюет в составе вооруженных сил Украины, сил обороны Украины. РДК, легион свободы России. И когда, к примеру, происходят такие случаи, когда Еврокомиссия, вот буквально на днях она разъяснила поправки к санкциям. Собственно, санкции в отношении Российской Федерации. Несколько стран, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия не будут пускать автомобили с российскими номерами. Для российской оппозиции это выглядит как удар по ней. Потому что вот эти люди, которые могли выехать, они станут таким объектом мобилизации. Обедом, они станут обедом для людей. Да, Сергей, на самом деле, обедом для вот этой машины кремлевской. Ну то есть, объясните нашим зрителям, гражданам Российской Федерации, которые, возможно, находятся там, почему это важно? Вот такие санкции, конфискация их автомобилей, чемоданов и многого другого. Ну, насколько я понимаю, все-таки чемоданы немножко уже они перестали конфисковать, это было первые дни. Но автомобили пока действительно запрещены. И очень бы хотелось, чтобы задние не включали. Хотя сейчас начнутся вопли доморощенных прокремлевских правозащитников, что нарушение прав человека начнут через разнообразные институты, которые, скажем, лояльны к России, это разгонять по миру. А потом это долетит до Human Rights Watch, Amnesty International и комитета по правам защиты беженцев, я не знаю, начнут рассказывать о том, что нужно все-таки разделять власть и народ и так дальше. И давайте, может быть, машинки все-таки будем их тоже пускать. Я думаю, что эта волна начнет. То есть, попытаются они сломать сценарий, но сценарий пока в нашу пользу. То есть, запрещают заезжать россиянам на своих автомобилях в Европу. Почему это важно? Потому что, чего они едут в Европу? Они едут за созданными демократией, институтами благополучия. Это образование хорошее, это медицина хорошая, это безопасность на улице, это продукты питания высокого качества, это доступ к лучшим передовым технологиям. Так что вам мешало это все равно построить в России? Нет, вы выбрали авторитаризм, выбрали диктатуру, вы выбрали для себя другой путь развития. Так живите в нем. Зачем вы деньги зарабатываете в диктатуре, а потом идете их тратить в Европу? Извините, но мы должны тоже требовать от Европы проявлять принципиальность и не вестись за этим дешевым нефтедолларом, который они приедут тратить в Европе. Поэтому некоторые страны, которые граничат с Россией, они, слава богу, в Украине предрасположены. Страны Балтии, которые пережили на себе вес этой оккупации, да, этот, этот, да, тягар, да, извините, сложные на русском уровне. Да, гирю такую на ноги. Окупационный режим. Это Польша, которая, половина Польши считает, что россияне убили их президента. И до конца истинно неизвестно в этой истории. Поэтому хорошо, что Финляндия, которая тоже пережила войну с Россией, что эти страны, они понимают цену такого соседства, и они этот поток остановили. Но, надеюсь, будет это продолжаться и дальше. Но важно понимать другое. Ты не можешь быть двумя, на двух сурьях одним мягким местом. Ты не можешь и наслаждаться диктатурой себя на родине, зарабатывать деньги, а потом ехать в Европу и получать все, что ты хочешь, благодаря достижениям демократии, которые в этой Европе есть. Поэтому решение правильное. Будет ли оно инъекцией, оно должно стать инъекцией для того, как критическая масса истеблишмента, повторюсь. Если мы будем рассчитывать, что Иван Дурак, который живет в Сибири, или в Екатеринбурге, или на Дальнем Востоке, на него это мало повлияет. Но вот на Москву, на Санкт-Петербург, на другие города, где находятся правящие элиты, надеюсь, это повлияет. Они поймут, что у них, знаете, кольцо вокруг них сужается, оно все меньше и меньше у них возможности из этого концлагеря выбраться. А тогда у них остается только один план. Это бунт внутри концлагеря, бунт против Путина. А я убежден, если Путин падет режим, то все равно это будет иметь огромное влияние на фронт, на мотивацию военных, на способность России продолжать эту войну. Потом уже мы будем вести диалог с Западом, как мы будем тратить средства, замороженные на счетах. Надеемся, что Запад, наконец, прозреет и тоже поменяет свое мировоззрение. Ведь правы были участники конференции, Андрей Ермак, Майкл Макфол, которые в санкционной группе постоянно говорят. Да, американцы недовольны. Вы тратите бюджетные деньги. Хотя это 5% оборонного бюджета на ослабление главного врага России в оборонном плане. Поэтому главного врага Америки, России в оборонном плане. Но все равно, вы не хотите тратить бюджетные деньги, тогда тратьте замороженные средства, российских ценных бумаг, российских активов, которые вы заморозили за рубежом после начала войны. Чтобы свои деньги бюджетные американские не тратить. Не хотите тратить. Хотя бы тратьте проценты, которые насчитываются по этим деньгам, чтобы тогда снять с вас вес, давление это финансовое. Но пока, видите, диалог идет, наша санкционная группа активно в этом вопросе работает, но еще не добрала критическую массу. Хотя, как всегда, так бывает, думаю, наберем. Как вы помните, не хотели давать нам артиллерию, не хотели давать нам гаубицы, не хотели давать нам танки, не хотели давать нам ППО «Патриот», не хотели давать нам Ф-16, все дают. И думаю, и с этими деньгами тоже дойдет очередь, отпустят их, не сможем мы их использовать. И к чему это все подвожу, что инерция, она есть. И надеюсь, что инерция будет работать в нашу пользу. Что останавливает тогда украинских партнеров от передачи, сейчас я имею в виду Германию и конкретно Штаты, спасибо, что о них вспомнили, от передачи ракет до дальнего радиуса действия. Украина, напомню, нашим зрителям Storm Shadow, Scalp, Taurus и Atacoms, это еще вопрос. Борис Писториус, это министр обороны Германии, говорил о том, что украинские партнеры, то есть партнеры Германии, должны понимать, почему мы затягиваем этот процесс. Почему? Во-первых, важно понимать, что для нас получить Atacoms, еще важно, чтобы получить Taurus от Германии. Потому что всегда между Берлином и Вашингтоном был легкий перевод стрелок. Например, Шольц не публично, но всегда объяснял, что они не дают Taurus, потому что Америка не дала Atacoms. Вот пусть они дадут, и мы тогда тоже дадим. Точно так же и американцы говорят, мы готовы поддержать, но европейские партнеры тут у вас под боком, пусть они тоже дают это, и тогда мы будем более активны. Они так переводят стрелки, но я думаю, в какой-то момент они друг на друга выйдут, знаете, и этот перевод стрелок закончится, они начнут выделять, как они это переводили и переводили, но в конце концов стали выделять, я уже упоминал, и системы ПВО, и танки, и артиллерию, и гаубицы, и так дальше. Начиналось это все с того, что нам просто давали джавелины. Помните, мы заходили в войну с джавелинами, ни о какой другой технике речь не шла. Поэтому будет, я думаю, с дальнобойными ракетами, часть аргументации, почему дают, чтобы мы не запускали их по территории России, но президент уже публично в интервью себе сказал, что этого не будет, это взято его публичные обещания, обязательства, надеюсь, это убедит тех, кто сомневается. Ну, а часть еще все-таки в том, что таких ракет не так много. Нужно понимать, что это скорее символический жест, это не то оружие, которое лежит на складах десятилетиями в Америке, это достаточно штучное производство, это такой эксклюзив военный. Поэтому, получив его, ну, это не будет история, что мы, знаете, сможем там накрыть врага везде и всюду. Это будет достаточно точечная операция, точная-точечная операция, но они будут, надеясь, иметь решающее влияние, потому что они позволят бить уже по тем объектам, которые пока недоступны, в силу того, что фронт не проделался достаточно. Ну, Стором Шадо уже показали свою эффективность. Ну, Атаканс может бить еще дальше. Конечно, конечно. И украинские производства есть, скажем так, подлодка Ростов-на-Дону, не даст соврать, как эффективно и украинское вооружение в том числе. На продолжение темы вот этой инертности, инерционности, как правильно, хотя бы я на некоторых случаях говорил бы, и инертности в том числе, 78-я Генассамблея Организации Объединенных Наций, собираются государства, обсуждаемая тема, одна из главных, естественно, также Украина. Президент не единожды Украины говорил о том, что как раз ООН это одна из площадок, где наибольшее количество внимания должно быть уделено Украине. Но не все государства ООН, сами вы об этом прекрасно знаете, наши зрители об этом знают, они, скажем так, поддерживают украинский взгляд в этой войне, развязанной со стороны Российской Федерации. Некоторые страны глобального юга придерживаются все-таки немного другого мнения, больше империалистического, я бы, наверное, даже так сказал. Какие аргументы есть у официального Киева для переубеждения? Это война антиколониальная. Эти страны, которые вы называете глобальным югом, термин для них, кстати, не всегда приятный. Объективно они то же самое, как нас называли постсоветские страны, знаете. А у нас постсоветские страны были от Таджикистана, Туркменистана до Латвии, Литвы, Эстонии, Украины. Разные совершенно страны, разная ментальность, разный опыт, разные способы попадания в этот советский концлагерь. Поэтому так же называть их глобальным югом немножко для них неприятно. Давайте разделим. Латинская Америка, Африканский континент. Вот такие регионы тогда. Если мы говорим об африканских странах, то это абсолютно четкий месседж, это постколониальная война. Потому что африканские страны к этому очень чувствительны. Они добывали свою независимость, выходя из этих империй, борясь со статусом колонии. По сути, Россия предлагает на нас накинуть такую же удушку, ярмо этих колониального подчинения. Сейчас мы этот аргумент должны постоянно приводить. Если речь идет об Латинской Америке, то тут другой аргумент. В Латинской Америке успешны только те страны, которые имеют стратегическое сотрудничество с США. Это, например, Чили. Страна, которая через свои пот и кровь прошла, но благодаря сотрудничеству с США это самая успешная страна на латиноамериканском континенте. Уругвай тоже успешное государство. Страны, которые выбирали постсоветский, пророссийский путь, оказались в нищете. Череда банкротств, череда кризисов, череда переворотов. Венесуэла, Боливия, Эквадор. Но это не те ролевые модели, на которые стоит ориентироваться однозначно. Колумбия тоже после многих лет внутреннего противостояния и борьбы с этим вирусом троцкизма, большевизма, выбрала проамериканский путь. Сейчас один из лидеров по динамике роста в мире. И я бы так сказал, что во многом есть на что там смотреть. Не в части, конечно, теневой экономики, а в части динамики развития. Потому что страна развивается. Поэтому другой аргумент должен быть для этого рынка. Но в то же время нужно понимать, что не везде он срабатывает. Там Аргентина, Бразилия, они очень чувствительны к американскому фактору. Там нужно находить другой аргумент. Там наши большие диаспоры украинские в этих двух странах. Там где-то в общей религии, в Аргентине, например. Там нужно объяснять, что мы бы могли успешно сотрудничать, как в свое время мы пытались с Бразилией построить сотрудничество. Космическая отрасль для каждой страны нужен свой индивидуальный подход. Его тут нет, знаете, универсальной таблетки, которую принял, и она от всех вирусов в организме спасает. Нет, тут нужно строить со всеми. Поэтому, возвращаясь к вопросу о Генассамблее, тут очень знаковый поступок совершает президент Байден, который предлагает эти страны вести в Совет Безопасности ООН на правах постоянного члена. Признавая их роль и место в мире, и размывая голос России в Совете Безопасности ООН. Потому что, ну не может страна, которая в организации, призванной во имя мира, этот мир разрушает, своими действиями убивая украинцев. Ведь Совет Безопасности и ООН это последствия Второй мировой войны. То есть, организация, которая должна была не допускать следующих войн. По большому счету, это главный миротворец в мире создавался. А вместо миротворца это разрушитель мира России. И имеет право вето в Совете Безопасности ООН. И пытается навязывать свою волю странам, которые, к сожалению, не столь благополучны, как западная цивилизация. Поэтому мы должны с этими странами тоже строить диалог, находя с ней каждый свой аргумент. Ну, например, зерно, то же самое зерно, это для Бразилии контраргумент, например. Потому что это тоже аграрное, огромное государство. И, конечно, для них благополучие Украины в сельском хозяйстве, это конкуренция. Они этого не хотят. Нужно это признавать, потому что мы с ними конкурируем за рынки. Но это не значит, что Бразилия поддерживает оккупацию. Не сказали потом российские пропагандисты. Нет, Бразилия занимает абсолютно четкую позицию. Они хотят мира. Только путь к приходу к этому миру, у нас видение разное. У нас свое пути, мы свои территории не жертвуем. У Бразилии свое видение, которое они, наверное, излагают на закрытых встречах. Касательно африканских стран, зерно, конечно, там фактор. Это более значимо, чем, например, в Латинской Америке. Поэтому индивидуальный подход должен быть с каждой страной. Логичный вопрос. В принципе, российская делегация тоже, естественно, будет представлена во время Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Каким образом государство, которое проводит выборы, так называемые, на оккупированные территории другого государства, может вообще, в принципе, быть представлено в ООН? Ведь для российского зрителя складывается картинка, что, окей, если нас не исключают, а мы провели на территории Донецкой области выборы, значит, все хорошо, всех устраивает. Получается так. Нет, ну это выборы настолько дешевый цирк, извините, что это даже билеты никто не будет покупать. То есть это фикция с одной целью накачивать Путина аргументами. Вот он сперва сказал, мы провели там референдум, они самоопределились потом, мы провели там выборы, у них уже есть свои органы управления. Потом он там собирается какой-то праздник объединения, у нас уже есть праздник. Потом он герб флаггимн для этих образований придумает свой. Будет пытаться создать эту иллюзию, якобы, отдельности этих территорий, чтобы потом, когда он надеется под давлением третьих стран, какой-то будет переговорный процесс, как он хочет о признании оккупации или как он на переходном периоде, что он говорит, ну вот, у них уже все свое, мы тут вообще просто поставили плечо дружбы. Никто это не признает. Это фикция в чистом виде для того, чтобы иметь эти аргументы на переговорах. Его, по большому счету, к сожалению, для жителей этих территорий, его эти территории не интересуют. Его интересуют снятия санкций, он понимает, что он залез в ловушку, он понимает, что он... Его не надо было ему, извините за выражение, там, Бердянск, его он не интересовал, как курорт на Черном, там, Азовском, извините, море или Скадовск, это его не интересовало. Он интересовал Киев. Он шел захватывать Киев, он шел убивать Зеленского, он шел приводить Медведчука на Банкову или на Грушевского, как его президента. Он шел своих ауляторов рассаживать по управляющим всем кабинетам для того, чтобы потом, вернув Януковича или другой конструкции, сказать, что теперь Украина опять в зоне моего геополитического интереса. Танки бы стояли бы в Киеве на Крещатике несколько, наверное, недель, потом были бы, наверное, на военных базах под Киевом, они бы тут создали под видом, как в свое время в ГДР, там были военные базы страны-оккупанты. Да, и что-то бы такое вот гибридное, вот здесь страна-сателлит бы существовала под его российским кремлевским протекторатом. Вот его цель была, Киев, не Бердянск. Поэтому, конечно же, будущее этих территорий его не заботит. Поэтому и восстановление в этих территориях происходит карикатурно-медленно, и оно никогда не случится. И благополучие, достаток, который был там, может быть, не настолько высокий, как думали местные, но точно лучше, чем это сейчас. Не будет там этого благополучия, Лас-Вегас там не построят. И поэтому, конечно, для него это просто какие-то козырные шестерки, которые он потом бросит на стол переговоров, скажет, ну ладно, давай я тут размениться, санкции снимайте, мне возвращайте доступ к технологиям, чтобы получить передышку, и потом повторить свой поход на Киев через несколько лет. Украина этого не допустит, скажу, таким образом абсолютно. Поэтому глобальный саммит мира готовится по формуле мира президента Зеленского, чтобы не дать отойти, как Сергей говорит Владимиру Путину, время на передышку. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваш интерес и за то, что у вас зрители. Сергей Лещенко, напомню нашим зрителям, советник, руководитель Офиса президента Украины, был с нами. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.